МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион. В студии для вас работает Ольга Жмам. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Это не только праздники, концерты, это открытие очень важных социальных объектов. Кино-шок, Горгипийские игры, 85-летие образования Краснодарского края. Программу сентябрьских мероприятий обсудили на оргкомитете в мэрии Анапы. Сейчас эти вопросы очень актуальны, поэтому мы стараемся как можно чаще проводить подобные семинары совещания. Образовательный интенсив. Анапских подростков будут обучать основам кибербезопасности. Они разъедутся по школам всего края и будут там фитнес-аэробику внедрять. Фитнес-аэробика в школу. В Анапе стартовал новый масштабный проект. Мэр Анапы провел личный прием граждан. Местные жители обращались с вопросами, касающимися благоустройства сельских округов, строительства социальных учреждений и производственных объектов. Подробности в нашем сюжете. Первой на прием к мэру обратилась коренная напчанка. Светлана Фогеля родилась и выросла в селе Джигинка и всегда была неравнодушна к судьбе своего округа. Наболевший вопрос – капитальный ремонт переука Северного, который систематически подтапливает во время дождей. Так как она у нас является центральной улицей к проезду к новостройкам, и она немножко установлена у нас на склоне, а у нас грунт является скруч глиняный, и когда идут очень сильные палатки, осадки, это вся наша, что засыпает дорогу у нас, гравием. Все благополучно скатывается, и так как к ней примыкается очень много улиц, препятствует выезду. После нашей с вами тогда встречи на выездном приеме, мои коллеги, при формировании плана на будущий год, они уже эту дорогу сейчас имеют в виду. Это во-первых, чтобы они ее исполнили в асфальтобетонном покрытии. 99% что в следующем году она будет сделана. Есть только не будет каких-то форс-мажоров, но я надеюсь, что их не будет и их быть не должно. А вот вопрос Ирины Ермоленко куда более масштабный. Она представила мэру амбициозный проект агробиотехнопарка. Производство будет специализироваться на переработке вторсырья и отходов. Из них предполагается делать удобрения. На примете у Нопчанки уже есть участок для строительства. Вот только он относится к категории особо ценных сельхозугодий. Позиция мэра Анапы проекта Ирины Ермоленко имеет все шансы, чтобы получить поддержку на краевом уровне. Но вот только участок придется выбрать другой. Сегодня эти институты полностью дееспособны и очень много помогают малому и среднему бизнесу реализовать свой проект. Готово. С каждым из директоров, пожалуйста, с ними встречайтесь, проговаривайте. Но я не готов вас поддержать в том, чтобы на землях особо ценных сельхозугодий строить промышленные предприятия. Место мы посмотрим, поищем вместе. Я готов сейчас. Я вам сейчас говорю, давайте вместе еще поищем другие места. Я за то, чтобы сохранить особо ценные сельхозугодия. И их дальше развивать, их дальше обогащать, их дальше улучшать. Новые объекты в Анапе предложила построить и Наталья Морозова. Однако с другой направленностью – спортивной. По словам Анапчанкина, курорт есть много желающих заниматься спортивной гимнастикой, акробатикой и водными видами спорта. Как раз строительство Большого дворца спорта, универсального, где будет и для спортивной акробатики, и для художественной гимнастики, и общая универсальная площадка. Все под одной крышей. Это то, что сейчас предпроект, предпроектные работы мы уже проводим. В планах также построить на участке возле детско-юношеской спортшколы номер 10 профессиональный бассейн. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа.Регион. Киношов, Горгипийские игры, 85-летие образования Краснодарского края. Сентябрь в Анапе обещает быть насыщенным. Накануне подготовку к этим мероприятиям обсудили на очередном заседании оргкомитета. Его провел мэр курорта. Как подчеркнул Василий Швец, начиная с 21 сентября, в Анапе буквально каждый день будут проходить масштабные фестивали, акции и соревнования. Какие сюрпризы готовят творческие группы в «Бархатный сезон» в нашем сюжете? В этом году одному из крупнейших фестивалей России «Киношоку» исполняется 31 год. Для участия в нем в Анапу съезжаются знаменитые актеры, режиссеры и продюсеры не только из нашей страны, но и из-за рубежа. До старта фестиваля остались считанные дни. Торжественное открытие состоится 23 сентября. «Киношок» станет частью насыщенного цикла мероприятий «Бархатного сезона». Накануне их организацию обсудили на совещании под председательством мэра курорта. «Мы на следующей неделе начинаем цикл мероприятий. Начнется он с мероприятий, посвященных в дню Краснодарского края. 85 лет Краснодарскому краю, 13 сентября будет. И это не только праздники, концерты, это открытие очень важных социальных объектов. Мы открываем новый парк в Субсехе, непосредственно посвященный 80-й педагогу Краснодарского края, Центр Одиноборск в Алексеевке». Насыщенной обещает быть программа спортивных мероприятий. Впервые на курорте пройдут горгипийские игры, которые объединят порядка четырех сотен участников из разных регионов России и городов, входящих в Золотое кольцо Боспорского царства. «Здесь наша с вами, коллеги, общая цель – организовать большой, зрелищный спортивный фестиваль. В будущем мы рассчитываем, что он станет традиционным, непосредственно проводимым в период бархатного сезона». Важнейшее направление – обеспечение безопасности гостей и жителей курорта во время мероприятий. Все открытые локации находятся в зоне действия комплекса «Купол» под наблюдением умных видеокамер. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе прошел образовательный интенсив, посвященный социальным проблемам молодежи. В Центре культуры Родина собрались преподаватели, эксперты и психологи для того, чтобы найти решение наиболее актуальных задач по обеспечению безопасности подростков. Какие рекомендации были разработаны, узнал наш корреспондент Никита Васюхин. Профилактика социальных явлений в молодежной среде – это стала темой семинара. В Центре культуры Родина собрались преподаватели высших и среднеобразовательных учреждений, психологи, а также эксперты в сфере кибербезопасности. Мы же приезжаем второй раз и видим живой отклик от специалистов, от людей, которые занимаются в сфере образования. Видим, что действительно борьба с противоправным контентом, с контентом, который влияет на детское сознание, ведется. И мы рады делиться своим опытом. Специалисты в области безопасного интернета обсуждали вопросы цифровой гигиены и новой опасности – кибербуллинга. Это оскорбление и угроза с использованием компьютера или телефона. Я считаю, что такие мероприятия очень важно проводить. Почему? Потому что мы, студенты, не впервые встречаем такую проблему, как кибербуллинг, интернет-зависимость. И я считаю, что такие собрания будут решать какие-то определенные и важные проблемы. О всевозможных зависимостях рассказали специалисты Кубанского государственного университета. Они поделились своими наблюдениями и ответили на вопросы участников. Они были зависимы не от того, что им было классно, а из-за того, что, допустим, хочется вот этой вот в чеке общества поддерживаться. Друзьям классно, но мне, наверное, классно тоже будет. На мероприятии также присутствовали эксперты в области анализа поведения и оценки достоверности информации. Специалисты уточнили, кто может находиться в группе риска и как бороться с экстремизмом. Сейчас эти вопросы очень актуальны, поэтому мы стараемся как можно чаще проводить подобные семинары-совещания, обучающие для коллег, чтобы предотвратить вот эти плачевные все мероприятия, которые, к сожалению, с молодежью происходят все чаще и чаще. У этой проблемы есть решение. Это максимальное информирование молодежи о возможных рисках. А поэтому такие семинары будут проходить в Анапе на постоянной основе. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. В Краснодарском крае за сутки выявили 2040 случаев коронавируса. Больше всего в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В Анапе зарегистрировано 64 положительных теста. Всего же с начала пандемии на Кубани COVID-19 заболело более 305 тысяч жителей. С выздоровлением выписали 282 тысячи человек. Сегодня в стационарах от коронавируса лечится 801 пациент. 11 из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В Анапе провели всероссийскую патриотическую акцию «Широка страна моя родная» и запустили проект «Фитнес-аэробика в школу». Его участниками стали спортсмены, тренеры-преподаватели и представители мэрии города-курорта. На этих мероприятиях побывала и наша съемочная группа. Анапа традиционно принимает лучших спортсменов по фитнес-аэробике. Сегодня на территории детского лагеря «Энергетик» в селе Суко провели социально-патриотическое мероприятие «Широка страна моя родная» и дали старт проекту «Фитнес-аэробика в школу». Три, четыре! Спортивные коллективы провели красочное выступление. Главная задача всероссийского мероприятия «Широка страна моя родная» объединить спортсменов, поддержать их и продвигать фитнес-аэробику в нашей стране. «Широка страна моя родная» – это очень важный проект, который сегодня подчеркивает лишний раз, что наша страна необъятная. Она необъятна не только своими территориями, но и людьми. Замечательными людьми, которые готовы на благо нашей Родины совершать подвиги в спорте, в творчестве, в обычной жизни. Но каждый подвиг, он значим, и слава богу, что это происходит здесь сегодня, на нашей земле Краснорского края, в нашем замечательном городе, городе воинской славы – Анапа. Достаточно молодой вид спорта сегодня активно набирает популярность среди молодежи. Проект «Фитнес-аэробика в школу» позволит преподавателям физкультуры пройти обучение и повысить свою квалификацию. В рамках этого проекта мы собрали более 30 участников, 34, если быть точными, с Краснодарского края и не только. К нам присоединились новые федерации, которые организовались у нас в России, Белгородская область, Тамбовская область и Федерация Дагестана с города Махачкала. Теперь благодаря фонду президентских грантов, благодаря Федерации фитнес-аэробики России, фитнес-аэробики Краснодарского края, администрации города, сейчас здесь проходит этот проект, и после того, как здесь пройдут курсы для преподавателей, они разъедутся по школам всего края и будут там фитнес-аэробику внедрять. В течение пяти дней лучшие специалисты со всей России проведут обучение и поделятся своим опытом. Как признаются участники проекта, для них теперь открываются новые возможности. Данный проект позволил расширить мой кругозор, а также попробуем заниматься с детьми. То есть детей много, все хотят заниматься, будем внедрять это в школу активно. Мне очень нравится то, как преподносится материал, то, что ведется соотношение теоретических занятий и практических. То есть все можно попробовать на себе, напрямую. И в дальнейшем, так как это все хорошо запоминается, принести это в школу и показать даже, рассказать и научить этому детей. Организаторы заверили, что в будущем проект расширит свои границы и будет распространен на все регионы России. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-Регион. На этом у меня все. Напомню, посмотреть сюжеты можно на сайте anaparegion.ru или в социальных сетях, в том числе и телеграме, если вести в поиске новости Анапы. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok